Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Вы часто просите меня показывать свои тренировки, и сегодня я поделюсь с вами одной из своих любимых тренировок. Давайте посмотрим, что это за тренировка. После общей разминки я, как всегда, делаю экстензии. И вам тоже советую, если вы хотите, чтобы ваша спина была здоровой. И если у вас есть проблемы, тоже обязательно делайте экстензии. Гиперэкстензии делаем в конце тренировки. Первым выражением по-настоящему тяжелым, от чего растет общая масса. Это второе по эффективности и важности упражнения после приседания. Да, друзья, вы догадались, это становая тяга, мертвая тяга, дедлифт. Все это одно и то же. Не путайте понятия, названия. Работа может быть разной. Либо в стойке сумо, либо в классической. Для бодибилдеров гораздо эффективней и больше смысла работать именно в классике. Именно поэтому я работаю всегда в классике. Делаем разминочные подходы. Как минимум 4 разминочных подхода. И 2-3 рабочих подходика на 2-3 повторения сегодня. Такой диапазон. У меня вышло 220 на 2 повторения. И не смог потянуть обычный свой вес 250. Видать, переволновался. Может быть, потому что вчера был тяжелый день. Ездили на концерт. И все, что с этим связано, не связано. Но не важно, не потянул. Хотя оторвал, в принципе, и до коленей дотянул. Обычно со мной такого не бывает. Если я отрываю, дотягиваю до коленей, дальше я уже дотягиваю. Но, как видите, со всеми бывает. Ничего страшного. Следующее упражнение это задняя дельта. Делаем 3-4 разминочных подхода. И 2-3 рабочих. Задняя дельта самая важная дельта. Именно задний пучок показывает, насколько мощными будут все ваши дельты. От заднего пучка зависит развитие и всех остальных пучков. Не забывайте это. Именно поэтому я рекомендую всем своим ученикам. И сам делаю дельты, именно начиная с заднего пучка. Лучшее упражнение, на мой взгляд, когда вы не переживаете за то, что ваша поясница может вас подвести. Можно получить травму, когда стоите в наклоне стационарно. Это лечь грудью на наклонную скамью и отводить гантели в сторону. Самое главное при работе на дельты следить за тем, чтобы не сводили с лопатки. Работать исключительно задней дельтой. Положение кистей не важно, но ощущение работы именно заднего пучка очень и очень важно. Если вы его не чувствуете, снижайте веса, не стесняйтесь и научитесь чувствовать. Потихонечку, потихонечку добавляя рабочий вес. Я работаю обычно в диапазоне от 10 до 15 повторений. Реже делаю 8 повторений. Ниже в этом упражнении я не опускаюсь. 8 повторений минимум. Что и вам рекомендую. Следующее упражнение это будут подтягивания. Сегодня у меня получилось сделать 50 подтягиваний за большое количество подходов. Еще это была заруба. Ссылочка на видео будет. Посмотрите, не пропустите. Мы с моим другом Максом начали баттл за руку и конкурс, кто за 2 месяца потеряет больше процентов подкожного жира. Но это отдельное видео. Подтягивания лучшие упражнения на широчайшие. Естественно, если вы грамотно их делаете. После подтягиваний мои широчайшие просто наливаются кровью. Несравнимо ни с каким другим упражнением. Что лично вам я и рекомендую. Делайте так же, пока не наберете 50 повторений. Будет это 5 подходов или 10. Не важно. Важно сделать 50 повторений. Следующее упражнение, друзья. Отведение гантелей в стороны сидя. Это упражнение на боковую дельту. Обратите внимание на технику. Не нужно поднимать гантели высоко. Не нужно их даже поднимать до параллели. Или полу, когда ключевая кость параллельна. Можно где-то чуть выше 45 градусов. Между ключевой костью и корпусом. Потому что все, что выше, уже снимает нагрузку с средней дельты. Переключая, размазывая ее по другим мышечным группам. Нам это с вами не нужно. Мы хотим целиком и полностью направлять нагрузку исключительно в среднюю дельту. Поэтому, друзья, следите за техникой. Тоже не спешите брать большие веса. В принципе, они вам не будут нужны. Старайтесь нагонять как можно больше крови в средний пучок. И вы увидите уже в зеркале отдачу даже после первой такой тренировки. Все то же самое. 2-3 разминочно-подводящих подходика и 3-4 рабочих подхода на 12-15 повторений. Заключительное упражнение сегодняшнего дня для меня это подъем штанги на бицепс. Мое любимое упражнение, когда становишься и прижимаешься ягодицами, спиной и головой к стенке. И делаешь исключительно работу бицепсом. Без рывков, без какой-либо дополнительной помощи. Не забывайте, что неправильное выполнение подъемов штанги на бицепс является первым по статистике, что приносит грыжи и протрузии. Да, друзья, не удивляйтесь. Ни приседания, ни становая тяга не нанесло столько вреда, сколько беспонтовые подергивания со штангой. Люди думают, что делают подъемы на бицепс. В итоге они делают, тренируют все, что угодно. Размазывается нагрузка абсолютно по всему телу, но целиком и полностью бьет исключительно негативно по поясничному отделу позвоночника. Задумайтесь об этом. Делаем три разминочно-подводящих подходика и три-четыре подходика на 10-12 раз. Следим за техникой, не борщим, следим за негативной фазой движения. Кстати, все, что касается негативной фазы движения, не будем брать только сегодня становую тягу, должно быть четким, подконтрольным и в 2-3 раза медленнее, чем позитивная фаза движения. Поэтому контролируйте это. Негативная фаза движения в плане роста массы и силы гораздо важнее и продуктивнее, чем позитивная. Если вы игнорируете негативную фазу движения, вы обкрадываете сами себя, снижая результативность ваших тренировок как минимум в 2 раза. А это 50%. Задумайтесь, стоит ли так понапрасну растрачивать такой полезный ресурс. Негативная фаза движения в 2-3 раза медленнее, чем позитивная. Это закон. Друзья, вы можете сделать в эту же тренировку еще подъемы для голени стоя. Это будут все те же 3-4 разминочно-подводящих подходика и 3-4 рабочих подхода на 15-20 повторений. И будет вам счастье. Не забываем, что в конце любой тренировки мы делаем гиперэкстензии. Неважно, есть у вас специальный станок для гиперэкстензии. Нет. Находите возможность делать это упражнение. Это единственное упражнение, которое действует декомпрессионно. То есть, растягивает наши позвонки в поясничном отделе позвоночника. Больше ничего. Все остальное действует только компрессионно. И, естественно, мою гимнастику не забывайте делать. Ну, если быть откровенным, это не моя гимнастика. Я взял ее из йоги. Но, друзья, она так же, как гиперэкстензии, помогает декомпрессионно, растягивая наши межпозвонковые диски. Межпозвоночные диски, извиняюсь. Ну вот, в принципе, друзья, и вся тренировочка. Отпишитесь в комментариях после того, как попробуете ее. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов. Но вы получаете пожизненное членство. И нас в группе уже 344 человека. И ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации, основанную на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать. Вы не будете уставать. Вы не будете упираться лбом в стенку. Вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы. И сохранять и улучшать свое здоровье. Что может быть лучше. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Фак фитнес». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличаются от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Субтитры создавал DimaTorzok